Беларусь является колыбелью Трибофатики. Основоположник новой технической науки, над созданием которой трудились многие ученые мира, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики Беларусь Леонид Сосновский. Он разработал ее методологические, теоретические и экспериментальные основания. Как же эта наука связана с Гомелем, узнаем сегодня. Рождение новой науки в наше время случается не так часто, считают специалисты. Поэтому оно, несомненно, составляет честь для любого государства. Республика Беларусь, а точнее Гомель, родина Трибофатики. Это признали известные ученые современности. Общественное признание научной школы, которая основана здесь, на базе Белорусского государственного университета транспорта, подтверждают многие научные премии. Термин «Трибофатика» состоит из двух частей – «трибо» – «трение из нос» и «фатик» – «усталость». В нем соединяются два повреждающих явления, которые взаимодействуют между собой в металле, в механических системах машин, инициируя их преждевременные поломки. Трибофатика изучает закономерности этого взаимодействия. Наука появилась в 1985 году в Гомеле, где проходил один из научных симпозиумов. Сферы применения «Трибофатики» – физика и промышленное производство. В частности, в 2005 году под руководством Леонида Сосновского создали межведомственную лабораторию «Трибофатика». Эффективность ее работы оказалась высокой. Так, за год с момента ее деятельности был получен экономический эффект – более 2,5 миллионов долларов. Разработки лаборатории «Трибофатика» активно внедряются на предприятиях «Гомельтранснефтьдружба» и «Гомсельмаш». Так, более 20 лет назад ученые изобрели и запатентовали сталистый высокопрочный чугун. Из нового материала наладили выпуск ножей для сельскохозяйственных комбайнов «Гомсельмаша». У нас хороший интеллектуальный потенциал, а практического, ну, так сказать, громадной команды работников нету. И мы не можем рассыпаться по предприятиям и делать полезные вещи. Мы решаем только проблемы, которые до нас никто решить не может. Конечно, мы занимались и с другими предприятиями, с массом, но не так плотно. Последний сенсационный проект по замене стальных рельсов на чугунные по расчетам ученых принесет реальную отдачу. Как говорит сам ученый, если бы не его увлечение философией, то наука «Трибофатика» вполне могла бы зародиться в какой-нибудь другой стране. Поэтому стоит отметить, что одной только физикой и промышленным производством область применения этой науки не исчерпывается. Некоторые ее направления используются также в медицине, психологии. Их можно применить и в жизни каждого из нас. Рождается «Трибофатика» биологических систем. Жизнь есть особый способ накопления повреждений. Чуть вдумайтесь. В жизнь человека, само сызмальство, человек накапливает повреждения. И когда повреждения достигают критического значения, он мертв. Есть единственный способ продвижения жизни. Других нет. Уменьшите скорость накопления повреждений, и вы дольше будете жить. Основные достижения «Трибофатики» за 30-летнюю историю – семь международных симпозиумов, которые прошли в Гомеле, Минске, Москве, Пекине и других городах. На них 137 ученых мира получили почетные дипломы за вклад в развитие «Трибофатики». С научными докладами, а их уже более тысячи, белорусские ученые побывали в Австралии, Японии, США. У научной школы есть свои последователи – ученики Леонида Сосновского. Я являюсь доцентом кафедры динамика, прочность и износостойкость транспортных средств. Практически это те же вопросы, которые рассматриваются в рамках научного направления «Трибофатика». Образовано год назад приказом ректора новой кафедры по такому развитию комплексного исследования динамики, прочности, износостойкости транспортных систем. Ну а преподают еще «Трибофатику» в нашем университете имени Сухова, техническом, в БГУ. К числу достижений «Трибофатики» можно отнести и рождение еще одной новой науки – механо-термодинамики. Ученые всего мира работали над ее созданием около 150 лет, но открыть новый раздел физики смог основатель «Трибофатики» Леонид Сосновский.